Девушки отдыхают Не важно, как его зовут, ты будешь называть его Мама Ирина Абухова, психолог с весьма впечатляющей практикой Утверждает, что в последние годы серьезно растет число женщин Не способных забеременеть и выносить ребенка по причине бесплодия психологического Теперь даже статистика утверждает, что этот фактор действительно существует И от него не страхует ни деньги, ни связь Так или иначе в определенном возрасте мы пытаемся создать семью И не секрет, говорят, что мужчины женятся для того, чтобы заботились о них А женщины же выходят замуж, чтобы заботиться о детях И возникает вопрос, почему же все-таки во многих семьях, которые говорят, что хотят иметь детей Так или иначе, этого не происходит И женщины годами лечатся, ходят по врачам И врачи ничего не могут сказать Мы сегодня не будем говорить о том, что есть так называемое физиологическое бесплодие Когда инфантильная матка, непроходимость труб Это вопрос врачей То, что последнее время волнует психолога в первую очередь Это то, о чем говорят психологическое бесплодие В чем его истоки, почему это происходит Мне 29, и у меня все удается В 20 я модель и вице-мисс В 23 жена состоятельного, очень состоятельного человека Свой дом и не один Любая шмотка, на которой я пальцем покажу Моя, проблем нет, кроме, пожалуй, одной За 6 лет супружества, одна беременность, это неудачная У всех подружек уже двое, трое Трансформеры, барби всякие Муж наследника просит, а я чего-то не могу Не получается А я так не привыкла Я первая всегда, самая красивая, самая успешная Но что со мной не так? Значение для создания человеческой жизни Для рождения имеет благословение Божье И очень многое зависит от настроения самих супругов От их степени какой-то благочестия От их намерения, опять же, для чего они рождают своего ребенка Это имеет очень важное значение Вера и искренние желания способны творить чудеса во все времена Сегодня, как и 100 лет назад, ребенок – одна из самых частых просьб, которые звучат в стенах храмов Семейные пары и молодые женщины готовы оставлять дорогие пожертвования и простаивать многочасовые очереди в святых местах, чтобы прикоснуться к чудодейственным иконам И иногда это самое обыкновенное чудо – рождение ребенка происходит В первый раз я очень рано вышла замуж, в 16 лет И два года я жила в браке с нелюбимым человеком и не имела детей А потом мы расстались, и я вышла замуж за любимого человека Но мы не могли очень долго иметь ребенка И обратились к врачу И врачи начали обследование и обнаружили у меня рак Поставили страшный диагноз – рак И сказали, что даже если я и выживу после операции, я не буду уже никогда иметь детей Для меня жизнь без ребенка не имела смысла И я пошла в церковь и просила Святую Матрону о том, чтобы она дала мне детей И когда в следующий раз я пошла к врачам перед операцией уже Они сказали мне, что я жду ребенка Но мне не разрешали его рожать Но я все-таки решила, что я буду рожать ребенка Я родила, да, произошло чудо Я родила здорового ребенка И впоследствии мне сняли диагноз – рак Пожила была на свете женщина Красивая, добрая Но у нее не было детей Пошла она к доброй волшебнице и говорит Мне так хочется, чтобы у меня была девочка Хоть самая маленькая Чего, Проша, говорит волшебница Вот тебе ячменяное зернышко Возьми его и посади Цветочный горшок Увидишь, что будет Современные технологии тоже способны сделать сказку былью Сегодня возможно стать матерью при помощи волшебства науки Речь идет прежде всего об искусственном оплодотворении Такой способ сегодня доступен большинству желающих И даже финансы не помеха В Москве принята специальная программа Для участия в которой нужно лишь желание Московское здравоохранение Сейчас проводит такую программу Две попытки московским семьям Бесплатного экстракорпорального оплодотворения И учитывая, что экстракорпоральное оплодотворение Сейчас стоит очень больших денег От пяти тысяч и выше В зависимости от метода экстракорпорального оплодотворения Поэтому это очень большое подспорье Для особенно молодых семей Поэтому московское правительство О московичах заботится Будем надеяться, что и федеральное правительство Будет заботиться о всех женщинах И о всех молодых семьях ЭКО Экстракорпоральное оплодотворение С последующим переносом эмбрионов В матку матери Детей, родившихся благодаря применению этого метода Часто называют детьми из пробирки Первым ребенком, появившимся на свет таким образом 25 июля 1978 года Стала Луиза Браун В этом году, несколько месяцев назад Она уже стала матерью Мальчика назвали Кэмером Он был зачат естественным путем И никаких проблем с зачатием и беременностью У Луизы не было Методом ЭКО За два десятка лет успешно воспользовались Несколько сотен тысяч семей Во всем мире Беременность наступает в каждом третьем случае И детей с пробирки Сейчас больше миллиона Но современный темп жизни Жестко диктует свои правила Если раньше главным делом женщины была семья То теперь все иначе Сегодня женщина часто стоит перед выбором Сохранить с трудом достигнутое положение в обществе Карьеру, внешность Обеспечивающие достаток Или стать матерью Эта песня лет десять тому назад Звучала буквально из каждого уличного ларка Но суперпопулярной певице Валентине Легкоступовой Однажды пришлось сделать выбор Который встречается на пути Любой звезды хит-парадов женского пола Ребенок или сцена И после того После того, как я вышла из декрета И вдруг мне сказали А вы не формат На всех радиостанциях На всех телевизионных каналах Вы не формат Вы не формат Вы не формат И вот это вот клеймо Которое просто приклеили к колбу Это очередной шок Очередной удар по голове И просто встал вопрос о том Что надо выживать Надо поднимать ребенка Надо кормить Надо не умереть в этой жизни Достойно выглядеть в этой жизни Не потерять собственное лицо Ставки действительно высоки Современным женщинам Есть что терять Популярность Высокооплачиваемую работу Или модельную внешность Как средство для привлечения Мужчин-спонсоров И как следствие Жизненную стабильность Вот и развиваются Страхи и фобии Баланс между семьей И карьерой Могут создать Лишь по-настоящему Сильные личности Какой оптимальный возраст Для первых родов? С 20 до 25 лет Я считаю Самый нормальный возраст Для первого ребенка Потому что Еще здоровый Совершенно здоровый организм И конечно Он может передать Наследственность более здорового сына Я вообще думаю Что первый ребенок Все-таки должен быть 22 года женщине 25 Чтобы она могла Ему как-то дать воспитание В смысле Уже осмысленный человек Ну возраст Ну например Хотя бы от 23 Я думаю Вполне нормально 22 года Как раз связки открываются Лучшие разработаны мышцы Отдавляющие родить ребенка А позднее В 30 лет Это уже Плохо рода Скажется на организм Эти женщины Я думаю Что С высоко кушерски В точку зрения То это В среднем Где-то 22 23 года Согласно Классической теории Между 22 И 24 Годами Ребенок Это вообще Не то что Обязательно Должно быть У каждой женщины Сейчас много мнений Некоторые мои подруги Уже родили И даже И не по одному Ребенку Там уже У некоторых По двое Хотя мы только Недавно Закончили институт Я допустим Сейчас не чувствую себя Готова даже К одному ребенку Но в принципе Если говорить о здоровье Если говорить о здоровье То конечно Наверное В районе 25 лет Это оптимально А там уж Как жизнь Сложится Ну я считаю Что главное Предназначение женщины Это дети Безусловно Все остальное Бизнес Это Как бы дело десятое На самом деле Хорошо Если у тебя идет бизнес Ты получаешь деньги И при этом у тебя Растут очаровательные младенцы Это замечательно Но не каждому это удается Но все-таки Главное предназначение женщины Это конечно дети Если бы у меня стоял выбор Работа или дети Я бы выбрала Конечно детей Но у меня такого выбора Слава Богу Передо мной никто не ставит У меня все и на работе хорошо И с детьми Первенцем Назиры Был мальчик В России существует поверье Для того Чтобы приблизить Создание собственной семьи И рождение своего ребенка Молодой женщине Надо сначала Стать матерью крестной Но обязательное условие Крестить нужно первенца И мальчика Верность этого предания Убедилась подруга Назиры Это факт Так скажем Назира моя подруга Вот Она попросила быть Крестной ее ребенка Мальчика Но до этого еще Как бы мы все уже были В довольно таки Сознательном возрасте Не сказать что Совсем молоденькие девушки Когда она ходила беременной Я держалась постоянно За ее живот А есть такая примета Что когда держишься за живот А родится мальчик То у тебя тоже Должны появиться На свет скоро малыши Вот Но после того Как она родила Вот Она предложила мне Стать ее крестной матерью Ну крестной матерью Ее ребенка То есть ее кумой Ну Мы покрестили мы Дениску Это было в сентябре 2002 года А в 2003 году То есть получается Ну да Практически Вот В октябре Появились уже у меня Двое парней Замечательных Антоша и Миша Когда я Родила Двойню То стал вопрос Тоже крестить детей И у меня Есть подруга моя Которая в принципе Тоже долго не могла Забеременеть Я предложила Стать крестной матерью В принципе Когда я ходила беременна Я ей говорила Что вот Когда я держалась За живот Держись За мой Тоже родишь Ну и все Мама Сейчас про тетиру Расскажем И когда я родила Я предложила ей Стать моей крестной матерью А вот Мы покрестили детей И она тоже Через некоторое время Тоже родила мальчика Правда Чем позже Приходит Осознанное желание Родить ребенка Как правило Больше приходится Прилагать усилий Но врачи утверждают Если намерение Твердо Помочь можно Практически всем Возрастной состав Самый разный Нижняя граница Возрастная Приблизительно 23-24 года Верхняя граница 60-64 года Доступность программы Вполне велика То есть Ограничений по здоровью Специальных ограничений нет Женщина получает Рекомендации терапевта По состоянию здоровья Которые состоят в том Что если ей не противопоказано Вынашивание беременности То она может Участвовать в программе И получить подобную помощь ЦК ВРТ То есть Других ограничений Не существует Впрочем Наши собеседницы Не осуждая никого Добавляли Иногда эти возможности Приобретают Странные формы Желание совместить Бизнес и материнство Приводит К неожиданным Результатам Что важнее Для современных женщин Ребенок Или карьера Для женщины вообще Во все времена Для здоровой Так скажем Гендерной программы Ребенок всегда будет важнее Другое дело То что под воздействием Современного мира Эта гендерная программа Неким образом Исказилась И для значительной части Современных женщин Стала важна карьера Но Цивилизация переживала Такие периоды Уже И в общем Это лечится Мне кажется Что Насколько не была бы Важна карьера Все равно в жизни Наступает момент Когда ты понимаешь Что есть вещи Которые важнее И потом Мне кажется Многие женщины Сейчас рискуют Годам к сорока Когда они сделали карьеру Осознать Что что-то самое главное Они опустили То есть для меня Если нужно было Выбирать что-то одно Я выбрала ребенка Я думаю Что это зависит от женщины Потому что Каждый человек Делает для себя Выбор В определенном возрасте Может быть Первую половину Зависит Не стоит посетить Одной Да Часть А вторую половину Другой Ну так получается Что важна карьера Ну вообще-то По большому счету Каждая женщина Хочет быть счастливой А счастье Подразумевает Обязательно Вторую половину И именно Мужчину Ну и конечно Продолжение рода У многих Кстати Я знаю Ну такие уникальные Бывают случаи Есть желание Родить ребенка Но нет возможности С ним сидеть Это как правило Бизнес-леди И есть несколько женщин Я их лично знаю Которые Заключают договоры Суррогатного материнства Чтобы какая-то другая Женщина Выносила ребенка Родила Вскормила И потом уже отдала Так сказать Готовенького Такие тоже случаи бывают Добрая девушка Взяла И чмениные Зернышки И пошла домой Пошла женщина Домой И выбрала Самый красивый Горошок Взяла Самый Мягкий Земли Полила Чистейшей Ключевой Воды И стала Ждать Искусственное Оплодотворение Не поможет Зачатию Если потенциальная Мать планирует Рождение С корыстными Целями Уверена Ирина Обухова Сейчас в желтой прессе Часто звучит Тенденция Вируса Руглевских Жен Но То, о чем я и говорила Очень сложно Осуждать женщин За то, что они Хотят жить Хорошо И как Расплату За это Хорошо Они хотят Этому человеку Подарить Ребенка Который К сожалению Самой Этой женщине Не нужен И Они Мечутся Очень часто Не знают Что происходит Не знают Почему это происходит А Вернуться нужно Чтобы решить проблему Вернуться нужно К себе Надо понимать Вопрос Вопрос ценностей Всегда О чем бы речь ни шла Особенно Вот В этой Очень-очень Тонкой сфере Вопрос Ценностей И Вопрос Просто говоря Простым языком Вопрос любви Красивая женщина Свидетельство Достатка мужчины Жена миллионера Должна выглядеть На миллион Красота Как известно Требует жертв Но не от всех Их принимает Призом За идеальную По современным меркам Внешность Вполне может стать Бесплодие Или Даже смерть В прошлом году Модельный мир Потрясла ужасная история Смерть двух моделей Фактически Во время показов Прямо На подиуме По статистике Врачей-гинегологов Одна из самых Распространенных Причин бесплодия Сегодня Истощение Если вес тела Составляет Менее 80% Нормального Для данного роста Веса Вероятность Возникновения Бесплодия Возрастает В пять раз Врачи единодушны Чрезмерная Худоба Дефицит массы тела Как правило Ведут к нарушению Гормонального фона Но красота В глазах девушек Самый быстрый способ Достигнуть Успеха И богатства Группа риска Очевидна Модели И актрисы Донателло Донателло Версачи Официально Донателло Но при этом Только что Закончил Исследование Развитие Эмоционального Интеллекта У детей Младшего Школьного Возрастом Видим вас Только еще раз Потерять себя Снова Не прекращая Шаг Видеть Как незнакомо Каждое Слово Оково Чтобы Услышать Как Оборвалась Труна Сама Собой Это Новая Боль Твоя Новая Роль Ничего Не Сделала Вся Поль Болла Струна Значит Долго Ждала Значит Надо Было Новым Белым Днем Ветром Огнем Затевать На Новое Дело Да Действительно Сейчас В шоу-бизнесе В модельном бизнесе Девочки Для того Чтобы добиться успеха Пускаются во все тяжкие Они худеют Они Изнуряют себя Садятся на безумные диеты И ценой всему этому Является истощение И впоследствии Неизвестно Добьются ли они успеха И неизвестно Что будет с ними дальше Насколько цена Этого успеха Будет велика А скорее всего Что они будут иметь Очень большие проблемы И скорее всего Проблемы будут связаны С тем Что они не смогут Стать нормальными матерями Они смогут воспитывать детей Просто они не думают Об этом Но К сожалению Большинство таких девушек Сталкиваются С этими проблемами На самом деле Если есть большое желание Можно совмещать И материнство И карьеру Это реально И множество примеров тому И в шоу-бизнесе И в политике Все это можно совместить Мне повезло Я смогла совместить Карьеру певицы И еще Помимо всего прочего Смогла стать психологом Практикующим И как с точки зрения Психологии Могу сказать Что вопрос Бесплодия психологического Он довольно остро стоит Причем я знаю Довольно много подтверждений На практике Из своих знакомых Которые действительно В браке Не могли иметь детей Но сменив партнера Удачно Рождали детей И воспитывали И были счастливы И подходя С точки зрения Сверхъестественного Трансцендентного То Стоит задуматься Возможно Насколько людям Нужно быть вместе Если они не могут Иметь детей Сегодня уже нередки семьи Официальное супружество Которых длится Не меньше пяти лет А о ребенке Разговоры ведутся Лишь в будущем Времени Муж и жена Предпочитают Жить для себя Строя карьеру И увеличивая счета В банках Еще не родившийся Ребенок Уже становится Заложником Родительского Благосостояния И амбиций Маленький человечек Уже со всех сторон Обложен условиями Он сразу должен Родиться в строго Отведенный ему срок И стать победителем Я не могу Заверить свои слова Статистика Но тем не менее Есть некоторые вещи Более или менее очевидные То, что Обеспеченные супруги Вот тех, кого мы Может быть Как-то некорректно Называем новыми русскими Ну, по крайней мере Люди, которые имеют Все в достатке И которые могли бы Обеспечить ребенка Зачастую его не имеют Часто люди Вот как раз Большого достатка Имеют намерение Сделать ребенка Кумиром А мы имеем заповедь Не сотвори себе кумира То есть они ждут Они долго ждут Они воздерживаются От беременности Зачастую В какие-то первые годы Своё супружество У них есть цель Какая-то Накопить капитал Обеспечить своего Будущего ребенка Теоретического А в первую очередь Ставятся достижения Врач-гинеколог Галина Виноградова Давно ведет Свою статистику И утверждает На сегодняшний день Бесплодны 10-15% Семейных пар В 50% Случаев проблемы В здоровье женщины В 40% В здоровье мужчины А еще 10% Подтверждают факт Психологического Бесплодия Около 10% Бесплодия Является Беспричинным Бесплодия То есть на первое место Выходит психогенный Фактор Неизвестно Вот не могут Все обследовали пару И нету никаких причин Именно медицинских То есть бесплодие Беспричинное Так и называется Женщина не может Забеременеть В браке В этом браке Выходит повторно Замуж И через месяц Она беременеет Вот То есть очень часто Бывает вот Именно подтверждение Психологического Бесплодия Психогенного Бесплодия Я скажу Что конечно До зачатия ребенка Нужно воспитывать Самих себя Безусловно Воспитывать себя В направлении В направлении То что Вот мы Да Совершится зачатие Мы будем ждать ребенка И что собственно говоря Вот мы ждем А что мы Делаем Скажем так К чему мы готовимся И чего мы ждем От рождения И что мы будем делать дальше Вот если Родители Руководствуются в принципе И заповедями божиими И каким-то Общечеловеческими ценностями Которые Все направлены На сохранение жизни Ребенка На привитие Каких-то нравственных Качеств Которые Которые Являются Ну ценностью Сами по себе Абсолютной ценностью Вне зависимости от Религиозных Различных Течений Вот И поэтому Конечно Если мы говорим О воспитании До зачатия То это Воспитание Родителей Есть другие Психологические Проблемы Корни которых Уходят В глубокое Детство Потенциальных Мам Большинство Психологов Сходятся во мнении Способность Женщины Стать матерью Формируется На основе Ее опыта Взаимодействии С собственной Матерью В игре В раннем Детстве Знаете Какое у меня Самое первое Самое яркое Воспоминание Детства Я Прибегаю Из детского Сада Бегу к маме Говорю Мамочка Мамочка Я влюбилась Она мне говорит Ты что с ума сошла Разве можно Влюбляться в мужчин Никогда нельзя Я Не поняла Мне было Очень обидно Страшно Я говорю Ну почему же нельзя Ведь он такой хороший Он такой замечательный Он мне Представляешь Он мне подарил Конфетку Или жвачку Я уже сейчас Не помню Но это было Что-то очень такое Дорогое Ценное для меня И когда я начинаю Работать С такими Клиентками Я понимаю Что вот это Основное Поле работы Это ее взаимодействие С матерью Потому что Мать Это та призма Через которую Ребенок Воспринимает мир Понимает себя Чувствует себя И то что он дальше Будет транслировать В мир Своим поколениям Дальнейшим Своим детям Насколько он сможет Сделать или нет Наша героиня Одна из тех женщин Которые находятся В ожидании беременности Все еще В ожидании Несколько лет Спустя после свадьбы Вместе с любящим мужем Мы сыграли безумно Красивую свадьбу Он усыпал Не то чтобы дорогу От машины До ресторана Розами Он засыпал Всю мою комнату Розами Он Я не знаю Откуда он взял Такое количество роз Причем дело было зимой Мне кажется Он Ограбил какую-то Оранжерею Или еще что-то Я не вдавалась В подробности Мама была счастлива Потому что Это был предел Наверное Ее мечтаний Он носил меня на руках В прямом Переносном смысле слова Наверное Многие сейчас знают Расстановки по Хеллингеру Этот ученый Помогает женщинам Работать в разных ситуациях Увидеть свою проблему Но женщинам Страдающим бесплодием Он понимает Сделав расстановку Ее семьи Чтобы она поняла Свою роль Психологическую роль В семье Чтобы она увидела Со стороны И почувствовала Что Какая у нее проблема То есть с помощью расстановок Фокусируется проблема И очень многое Меняется Есть очень много Разных методик С которыми можно работать Но вопрос даже Не столько в методе Сколько В том Чтобы найти ту болевую точку Которая Мешает женщине За которую она прячется Так или иначе Потому что Когда мы говорим Все-таки о мотивационной сфере Всегда возникает вопрос Зачем женщине ребенок И тогда психотерапевт Мне Сказала Что Не нужно бояться мамы И не нужно Бояться того Что мама Что-то одобрит Или не одобрит Просто нужно Очень сильно хотеть Очень сильно хотеть Чтобы на свет Появился маленький Крошечный Замечательный ребенок Который будет Похож чем-то на меня Чем-то на моего мужа И которого Я буду любить Всю жизнь И который будет Мне отвечать Тем же Вне зависимости Ни от чего Вне зависимости от времени Года Погоды Настроения Он просто будет Меня любить Родители имеют Неправильное отношение К деторождению В начале Своего супружества Неправильное отношение К воспитанию ребенка В зрелом Уже Своем супружестве Вследствие этого Уже Как бы Нету благословения Божия На рождение Ребенка Но при этом Те люди Которые Как говорится Возвращаются На круги Своя А для человека Естественный Круг свой Это все-таки Богообщение Общение с Богом Они Они Поняв Что что-то Было неправильно Найдя это Что-то С помощью Божьей То есть Может быть Придя на исповедь Может быть Сами к себе Ощущая Какую-то неправоту И непоследовательность Своих действий Они уже Понимают Что к сожалению Как это ни казалось Источник жизни Он не в них самих В первую очередь А в чем-то Всевышнем Еще в древнем Китае Существовало Обычай представления Отца Будущему ребенку Отец Должен Рассказать О себе Своей жизни О работе Взглядах На жизнь Исповедаться Перед будущим Человеком Рассказать Каким бы он Хотел Видеть Своего ребенка Если после Исповеди Спустя некоторое время Ребенок Оставался В утробе матери То это Расценивалось Как акт Взаимопонимания Между отцом И его ребенком Если же беременность После исповеди Отца прерывалась То это означало Только одно Ребенок Приносит себя В жертву И отпрыском Отца Быть не желает Правы ли были Китайцы И очень часто Дети Просто Вот Неродившиеся Дети Они Не могут жить Как я говорю Вне пространства Любви И Это одно из Объяснений Совершенно Ненаучное Но тем не менее Имеющее Под собой Основание Потому что Выкидыш Чаще всего Бывает Когда на Подсознательном Уровне Идет отсутствие Принятия Ребенка И Такое Нежелание Его иметь Российские Агушеры Гинекологи Приводят Печальную Статистику 10-20% Всех Беременностей Заканчиваются Выкидышем В большинстве Случаев Это происходит В первой Третьей беременности Когда будущая Мама Или не догадывается О своем состоянии Или Недавно О нем узнала Еще одна Причина Бесплодия По медицинским Терминам Вторичного Бесплодия Аборты Сейчас Вы увидите Уникальные И страшные Эквадры Так уходят Из жизни Еще Недавшийся Человек Любая беременность Протекает по одному И тому же Девятимесячному Плану В первые Четыре Недели Идет Самая Начальная Стадия Формирования Физического Тела Ребенка Но у него Уже Есть Душа Сначала Образуется Зародыш И наиболее Жизненно Важные Органы К концу Второго Месяца Малыш Вырастает До Девяти Сантиметров И Весит Как Небольшое Яблоко Пятьдесят Грамм К этому Времени Уже Понятно Девочка Это Или Мальчик Уже Видны Пальцы Рук И Ног Зачатки Скелета Который Пока Состоит Еще Из Хрящей Начинаются Первые Этапы Окостенения На Двадцать Четвертой Неделе Будущий Ребенок Весит Уже Более Шестисот Граммов И Двигается Энергичней Если Роды Случаются Преждевременно На Шестом Месяце Возможно Появление Живого Ребенка Способного К дыханию Начиная Со второй Половины Беременности Малыш Уже Реагирует На Слуховые Раздражители И отвечает На них Учищением Сердцебиения Или Изменением Ритма Движений Начиная С Двадцать Второй Недели Ребенок Уже Различает Звуки А до Рождения Слух Играет Ведущую Роль В познании Малышом Внешнего Мира Зернышко Проросло Прекрасным Цветком Вроде Тюльпана Она Сказала Какой Красивый Цветок И поцеловала Его Лепестки В ту же Минуту Что-то Шелкнуло В тюльпане И он Раскрылся Чарльички В тюльпане Сидела Маленькая Маленькая Девочка Она Была Такая Маленькая Идюнь Поэтому Ее Назвали Девочка Она Была Самая Счастливая Девочка На Свете Я Разговаривала С ребенком Я поглаживала Пузико Ребенок У меня Танцевал Под музыку В зависимости От музыки Были Разные Толчки Медленная Музыка Плавные Такие Движения Такая Более Там Рэп Как это Рок Более Такой Агрессивный Был Танец Нет Уже Действительно Ребенок Уже В животе Ну Конечно Не первый Там Месяц Два А чуть Постарше Он Уже Живой Это Живой Организм И Так же Реагирует Я Нервничаю И я Чувствую Что Плодик Тоже Нервничает И Как-то Иноет Это Все Есть Потому Что Ребенок Уже Ну Грубо Говоря Вот С первых Дней Уже Живое Существо Это Живое Существо В тебе Это Страшная Ответственность Бог Творит Человека Мы Являемся Ему Сотрудниками Своё Желание Прикладываем К Божьему Благословению Вот Поэтому Ну Что Пользуемся Помощью Святых Пользуемся Помощью Божией Которая Дается Нам В Таинствах Церкви И в общем С надеждой Смотрим На Скажем На своё Какое-то Уныние На своё Прежнее Безнадёжие И в общем То Пользуясь Теми Случаями Пользуясь Теми Фактами Теми Чудесами Которые Бог Творит Ну Попытаемся Скажем К себе Приблизить Это чудо И только Теперь Я поняла Что этот Ребенок Нужен Не Маме Не Кому-то Ещё Он нужен Мне Он мне необходим Как воздух Как вода Как цветы На поляне Как Тучки В небе Он мне просто Очень-очень Сильно Нужен Я очень Его жду Правда Я надеюсь Что он у меня Очень-очень Скоро Появится Это Мои Папа С Мамой Мама Она такая Милая Она Очень Давно Меня ждёт Она ещё Когда Кукла Играла Бабушка Её Спрашивала А кем Ты хочешь Быть Она Отвечала Мамой А папа Немного Стеснительный Переживать Будет Я буду Такой Маленькой Они ещё Не знают Что я У них Есть Мне Всего Несколько Недель Я знаю Что обо мне Никто Не знает А я знаю Что меня ждут Маленькой 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 В Продолжение следует...